Расскажите про случай, как с помощью мелкого шрифта вас скинули на деньги. Видимо, я не все прочитал, походу остановился на бесплатном завтраке. В итоге мы заплатили за него 60 долларов. Вот же лохотрон. Я тогда работал в строительной компании. При приеме на работу мне дали стопку бумаг толщиной 3 сантиметра. Сказали, что это руководство по технике безопасности. Я открыл его на рандомной странице и начал читать. Первое, на что я наткнулся, была информация, которая гласила, что если я уволюсь или меня уволят, и я не верну копию этого руководства, то меня будут ждать финансовые последствия. Это была дерьмовая компания, откуда я ушел через месяц и устроился в место получше. Когда я увольнялся, я отдал эту стопку бумаг своему бригадиру, а тот посмотрел на меня ошарашенно и спросил, «Ты реально читал всю эту срань?» Мне даже представлять неохота, сколько людей они швырнули на бабки из-за этого руководства. Я полагаю, штраф совпадал с суммой последней зарплаты. Мне было 18 лет, мы пошли с подругой записываться в тренажерный зал. Подруге на тот момент было 17. В спортзале меня попросили подписать ее контракт, так как ей не было 18. Я спросила, я же не буду нести ответственность за нее, если она не заплатит и так далее. Мне сказали, «Да нет, ничего подобного, поскольку она несовершеннолетняя, вы просто подписываетесь под тем, что она не подаст в суд, если получит травму и все такое». Окей, я была молодая и глупая, но да ладно. Спустя год коллекторы доходчиво объяснили мне, что я была неправа. Часто при скачивании программ с таких сайтов, как Синет или Адоп, вам предлагается выбрать рекомендуемые параметры установки. Если поставить галочку напротив этого пункта, то вам помимо самой программы на комп установится разный хлам, вроде рекламного ПО. По этой причине всегда выбирайте пользовательскую установку, не пытайтесь поскорее скипнуть процесс установки. Дружочек, хочу напомнить тебе, что у нас есть офигенная телеграм-страничка, куда мы постим классные посты каждый день и по многу раз. Ссылка в описании, подписывайся. Мы заплатили за парковочное место в нашем старом жилом комплексе. В контракте мелким шрифтом было написано, что администрация вправе отбуксировать машину с места, если она окажется непригодной для движения или что-то в этом роде. Думаю, цель была в том, чтобы люди не оставляли перед домом развалюху, которая не едет. Однажды утром мы проснулись и обнаружили, что машина моего мужа исчезла, а на стойке регистрации утверждали, что у нее спустило колесо, и поэтому ее можно было отбуксировать. Шина спустилась после того, как он вернулся домой накануне вечером, а к утру машину уже отбуксировали. Когда мы пришли забирать ее, мы увидели, что она была полностью вынесена. Все, включая стереосистему, пропало. А двери были открыты на протяжении всей ночи, во время которой шла гроза. Они уверяли нас с абсолютно честным выражением лица, что они не несут ответственности за это, потому что она была в таком виде, когда ее забирали. Ага, конечно, так и представляю, как они отбуксировали ее с открытыми нараспашку дверями. Мы поговорили с другими людьми, которые имели подобные жалобы, и поняли, что за этим стоит арендатор квартиры. Такая вот у него схема проколоть тебе шину посреди ночи, а пока ты не заметил этого, отбуксировать тачку и получить откат от эвакуатора. Очень похожий опыт был у меня в многоквартирном комплексе около 10 лет назад. Муж, управляющий комплексом, выходил посреди ночи и сдирал регистрационные наклейки с номерных знаков случайных машин, в результате чего между тремя и четырьмя часами ночи эвакуаторная компания увозила их. Понятное дело, что они таким образом пилили бабки. После того, как это случилось и со мной, и с моей соседкой, мы установили камеру и все засняли. В течение следующих трех ночей мы спалили его еще на четырех машинах, стоявших у нашего дома. Мы привлекли полицию, в итоге этого чела арестовали. Не знаю, какие конкретно были обвинения и какой был результат. Управляющую уволили, а эвакуаторная компания через пару месяцев прекратила свою деятельность. Деньги нам так и не вернули, но все равно приятно, что мы их за это повязали. Оплата с помощью PayPal. Есть много случаев, когда вы, например, делаете, казалось бы, одноразовый платеж, но после этого у сайта появляется право автоматически списывать ваши средства с карты без необходимости предоставлять свои учетные данные. Давным-давно я сделал покупку в Big Fish Games и оплатил ее с помощью PayPal. Неделю назад я заметил, что у меня списалась сумма в размере $1.99, а через час $249.99. Как оказалось, та единственная покупка, которую я совершил много лет назад, дала право Big Fish Games автоматически обрабатывать платежи без повторного ввода имени пользователя или пароля. В итоге у меня получилось отменить данные платежи, но из-за этого у меня почти на две недели пропали $250 с моего расчетного счета. Вы можете посмотреть, на каких сайтах вы авторизированы подобным образом. Зайдите в Profile, My Money, My Pre-Approved Payments. Все сайты, которые указаны там как активные, могут автоматически взымать с вас плату без вашего входа в систему или авторизации. Большое спасибо тебе за твой комментарий. Я только что зашел к себе в аккаунт PayPal, и в разделе My Pre-Approved Payments было несколько компаний, которые явно не должны были там находиться. К счастью, они не произвели никаких случайных платежей. К нам в дом вломились грабители. Они украли всю электронику и драгоценности. Только после этого я узнал про так называемый мелкий шрифт, касающийся страхования домовладельцев. Страхование ювелирных изделий ограничено суммой в $1000 за один такой инцидент. Мне сказали об этом в момент, когда полиция проверяла дом на наличие отпечатков пальцев. Страховка не покрыла даже юбилейное кольцо ее бабушки, не говоря уже о вещах, которые я купил ей за границей, когда служил на флоте. Делайте оценку своих вещей, оформляйте страхование на каждый предмет. Вам это обойдется не так уж и дорого, и в случае чего все это окупится. У меня была подобная история со страховкой автомобиля. После аварии моя тачка пришла в негодность, так что страховка девушки, которая в меня въехала, отцыпала мне немного денег, чтобы я подыскал себе новую машину. Первый момент, как страховая компания попыталась меня надуть, они дали мне всего две недели на поиск новой машины. Я был неопытным студентом-водителем с маленьким бюджетом, мне было трудно найти машину. Они сказали, что если я не найду машину вовремя, мне придется заплатить 1800 фунтов за отмену страховки. К счастью, я нашел подходящий вариант. Вот еще один момент, о котором я не прочел в документах. Чтобы вписать новую машину в страховку, я должен был заплатить 150 фунтов стерлингов за смену ТС, 80 фунтов административного сбора, 400 фунтов залога и, что самое интересное, 50 фунтов за добрую волю представителя службы поддержки, который должен был переписать все мои данные. Кроме того, мой ежемесячный платеж по страховке увеличился на 30 фунтов стерлингов. Возможно, кому-то из вас это покажется незначительным, но это была моя первая машина. Я так долго копил на нее, и, будучи студентом, зарабатывал не так много. Я был так счастлив найти компанию, которая предложила мне страховку менее чем за 1300 фунтов. Но в итоге я все равно заплатил им намного больше. Бланк с отказом от овердрафта по дебетовой карте. Отказ от перерасхода средств. К примеру, если вы даете компании разрешение планово снимать средства с вашего расчетного счета по номеру карты, допустим, Netflix, то компания может продолжать снимать деньги с этого счета, несмотря на то, что счет закрыт или на нем закончились средства. Даже если вы отказались от овердрафта. У меня набралось примерно 160 долларов долга за овердрафт на счете, на котором у меня кончились деньги, когда я перестал пользоваться услугами этого банка. Когда я открывал счет в банке, я подписал лист бумаги, в котором говорится, что мой счет не будет допущен к овердрафту, то есть будет работать система, нет денег на счету, равно покупка не состоится. Однако мелким шрифтом было написано, что это не относится к плановым платежам. Когда я открывал в магазин в торговом центре, в соглашении был пункт, в котором было написано, что если человек, пришедший в этот ТЦ с целью посетить мой магазин, поскользнется и упадет, то торговый центр будет взыскивать с моего предприятия ущерб. Мой адвокат поржал над этим пунктом и вычеркнул его из контракта, после чего торговый центр принял измененный договор. Когда мне было 16 лет, я заключил контракт со звукозаписывающей студией Universal Music. Я был на эмоциях, плюс очень наивным пацаном, поэтому не стал читать каждую строчку в контракте, и подписал с ними соглашение по схеме 360. В итоге я потерял права на ранее написанную музыку и задолжал компании несколько тысяч долларов после года работы с ними. Всегда поручайте своему юристу изучать контракты перед подписанием. То, что я считал воплощением мечты, в итоге обернулось воплощением говна. Изменено. Вот вам немного дополнительной информации. Я узнал, что основной причиной, по которой они подписали с нами контракт на тот год, было то, что мы звучали слишком похоже на одну из их будущих групп и имели растущее число поклонников в интернете. Они поставили для себя цель убрать нас с рынка на год, чтобы обеспечить меньшую конкуренцию в жанре для другой группы. В конце концов, они повесили на нас долг за все наше студийное время, за затраты по всем нашим покупкам и дорожные расходы за те несколько ужасных концертов, на которые они нас отправили. Примерно 6-7 месяцев назад я искал работу. Я был типичным бедным школьником, учеником выпускного класса, родители которого перестали давать на карманные расходы нормальные деньги. К сожалению, я понятия не имел, как составлять резюме, поэтому зашел на сайт под названием Live Career, который помогает людям составлять и правильным образом оформлять резюме. Хорошая идея, не правда ли? Ни хрена подобного. Они вам не говорят, что вам нужно будет заплатить за печать, пока вы не закончите резюме. Но знаете, это ведь всего 3 доллара за один раз, так почему бы и не отдать их? Короче говоря, я распечатал, наверное, штук 10 копий и больше никогда не заходил на сайт, так как я мог просто сканировать и распечатать резюме, если оно мне снова понадобится. Идем дальше. Я уже и так немного подрабатывал на тот момент, выгуливал собак, других людей, что приносило мне около 40 долларов в неделю, которые я почти всегда клал в банк. Однако спустя некоторое время я заметил, что у меня перестало хватать денег на обеды и перекусы в школе, не говоря уже о развлечениях. Так продолжалось еще 4-5 месяцев, пока я наконец не проверил банковскую выписку, которая повергла меня в самый огромный шок за всю мою школьную жизнь. Каждый месяц гребаный lifecareer.com снимал с моего счета 54 доллара 95 центов. Они снимали с меня бабки по системе повторяющегося платежа, при этом они скрывали свое имя, используя другой псевдоним. Так что теперь у меня в кармане недостает около 250 долларов, потому что меня швырнули гниды из этой компании, которые выдают повторяющийся платеж за свои услуги в качестве одноразового. И у них это сходит с рук, потому что люди не удосуживаются прочитать квитанцию, прикрепленную к электронному письму, где в самом низу крошечными буквами написано «Повторный платеж будет производиться, если его не отменить». И иду нахер я сам, потому что я такой тупой. Ну и lifecareer тоже идет нахер. Камон, я ведь даже не устроился на работу. Изменено. Да, я обращался в службу поддержки, но поскольку расчетный цикл уже кончился, я не смог получить никакой компенсации или возврата денег. Изменено 2. Учитывая то, что я учился в школе в большом городе, я пользовался своей банковской картой буквально на каждом шагу, что также сыграло важную роль в том, почему я не заметил списывания бабок раньше. Большое спасибо за просмотр в комментариях под видео. Расскажите про случай, как с помощью мелкого шрифта вас кинули на деньги. И не забудьте посмотреть наши другие выпуски. Обнял. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok